Добрый день, коллеги! Мы по традиции проводим интеллектуальную игру. Идея достаточно простая, на слайдах будут показываться некие картинки и вам надо дать ответ, который будет вверху слайда, что объединяет эти картинки, то есть какое слово зашифровано в этой картинке. Это именно логически, не на знания, не на факты в области информационной безопасности, а именно на некую логику. Хотя определенные знания, конечно же, требуются. Второй важный момент. Мы рассматриваем темы, связанные с безопасностью и с финансами. Но если возникнут вопросы, у нас есть жюри из трех Артемов, A-Team, которые, собственно, будут выдавать финальный вердикт. Итак, у нас первый раунд, он разминочный, он без каких-либо баллов, просто чтобы вы вошли в некий ритм, мы поняли всю суть игры. Итак, первый разминочный, что объединяет эти три картинки. Первая команда. Неверный ответ. Лев. И сейчас и случай. Неверный ответ. Мы про безопасность, про финансы и безопасность. Ты фул. А? Ты фул. Нет. Все-таки более-менее гораздо больше приближенная к безопасности, чем финансы. Так, и это разминочный раунд. Так, коллеги, если вы не знаете ответ, просто скажите там. Мы не знаем, чтобы мы тоже не тянули. Нет, не знаю. Здесь зашифровано слово биткоин. Слева фильм суррогаты, дальше бит и монета, коин, биткоин, суррогатные деньги. Вот такая логика. Леша, остальные вопросы такие же? Это разминочный. Какие сказочные грибы. По-гидогорскому. Квантовая связность. Да, да, еще разминочный раунд. Поднимай. 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 Не слышу? Микрофон. Микрофон, я бы сказал. Микрофоновый. Финсер. Нет. Третья команда. Сок. Сок, да, верно. Ну, в середине сок, справа желудочный сок, слева самозарядный охотничий карабин, сок вепрь. По одной картинке это было бы сложно, но по трем, я думаю, как бы оно более логично бы строить. Да тут и по второй, понятно. Так, переходим к третьей. Третья разминочная картинка, слайд. Третья команда. Третья команда. Песочница. 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 Так. Третья команда. Просто кто кричал, кричали громче, чем, по-моему, говорила третья команда. Я не... Вы кричали. А, вы кричали. Да, это песочница. Соответственно, песочница, регуляторная песочница и кукус эндбокс, песочница для вреда. Логотип кукус эндбокс. Так, следующий слайд, разминочный. Третья. Третья. Ханнипод. Нет. Дурак. Не, все прозаично. А когда сахариком придем, едем? Сахар. Ну, сахар, да, но это же сахарное сон. Я могу даже первые две назвать. Ель, барабан и сахар. Так, вторые, вторые. Вторые. Кто даст? ЕБС. ЕБС, да. Ель, барабан, сахар, первые буквы ЕБС. Единая биопедрическая система. Следующий разминочный слайд. Так, четвертая. Регулятор. Регулятор, да, правильно. Еще один разминочный слайд. То есть, будет секрет. А? Секрет. Нет. Четвертая. Защита. Нет. Так, первая. Ключ? Нет. А зубы ключ? Как? Выключ. С чем это? Всяк человек. Ага. У нас же на логику. Нет. У всех же своя логика, я просто хотел понять. Так, Сергей. Нет. 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 У нас тогда нет, но ответа нет. Ну, так давайте, это же разминочный раунд. Вас не снимут баллы. Ну, что-то с 32-мя битами связано, наверное, шифрование какое-нибудь может. Интересная логика, но нет. Ответ здесь зашифрованное слово аутентификация. Что знаю, что имею, чем обладаю. Так, ну и последнее, разминочный слайд. На первой? Попрыгушка, вот говорят. Первая команда. Первая. ВПО. ВПО. Нет. А логика? Какая логика была? Все вред. А, все вред. Понял. Но нет. Последний вопрос обычно самый слайд. Ну, вот здесь на самом деле... Штверка. Штверка, да. Ты меня опять не замечаешь. Извини. Я заметил. Это не верный ответ. А рискнем предположить, что это алгоритм Кузнечер? Молодец. Левая приколка называется Кузнечик. В середине алкогольный коктейль под названием Кузнечик. Ну, а справа зелененький он был, которого съела, собственно, известная лягушка. Итак, у нас, собственно, подошел к концу первый разминочный раунд. Я думаю, вы, собственно, поняли примерно, как осуществляется игра, какая может быть логика, как можно найти ответ. И мы переходим к первому раунду. Первый слайд первого раунда. Найти общее. Вторая команда. Так. Сычев. Ого. Вот, если с первой я еще могу как-то согласиться, вот вторые две, в чем логика? Вот у мужчины на третьей картинке взгляд вот прям... Так, у Арченкова. Так, у Арченкова. Очень внимательный, прозорливый. А так, а вторая? А вторая картинка. Для отвращения внимания. Так, карающий меч, так сказать, что не только победа будет за нами. Хорошая версия, но нет. Но вам зачтется, я думаю. 0,5. Если вы долго думаете и не знаете, мы можем открыть какую-нибудь букву потом. А можем подсказку просто... А сразу, что ж не сказали про букву? Нет, потом, если вы не сможете без букв угадать. Уже все, да. Нет, вы попытались. А то вы могли как надбос сразу говорить. Ну все, это я сейчас придумал. Если я вам дам подсказку к тому последней картинке, вы сразу угадаете и слово. Ну что, букву, да? Третью. Третью? Так, чем третью? Первую, так все. Какую? Первую решили. А если мы угадали, на вашем году? Ну что, какую букву? А мы жюри спросим, какую букву открыли. Третью. Сказали третью. Сет. Что? Стефан. Стефан. А логику? Кажай. Я не могу. А, понял. Не только там платят. Давайте еще одну букву откроем. Первую. Что? Артем. Артем, да. Последний, это известный коммунист, большевик товарищ Артем. В середине Артемида, собственно, от богини имени которой пошло слово Артем. Идем дальше. Страшно ошибиться. А? Ошибиться не страшно. А вот дальше вам будет ошибиться. Я посмотрю. Алексей. Одну букву посередине. Посередине. Да. Четвертый. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Идем дальше. Свифт. Свифт. Прекрасно. Это, собственно, да, три свифта. Язык программирования, Сузуки язык и французский истребитель. Следующая. АПЛОДИСМЕНТЫ Третья. Третья, ребят. Клёч. Клёч. Да, верно. Клёч Ростелекон. Так, посложнее сейчас пойдет. Я надеюсь. Четвертый. Санкции. Санкции. Блин, ничем их не проймешь. АПЛОДИСМЕНТЫ Следующий слайд. Кобальт. Кобальт. Да, верно. АПЛОДИСМЕНТЫ Первый. Это эмблема группы спецназа под названием Кобальт. В Афганистане служила. Ну, дальше сам Кобальт и периодическая таблица. Итак, у нас, коллеги, первый раунд завершился. Давайте подведем промежуточные итоги. Артем. Пока ведет третья команда. Третья команда прекрасна. Итак, первый слайд. Самый тяжелый для многих. Убери лишнее. АПЛОДИСМЕНТЫ Владимир Владимирович. Лишний. Лишний. Не боишься? Да. Правильный ответ. Следующий слайд. АПЛОДИСМЕНТЫ Здание справа как раз круглое. Лишнее, да? Нет, неверное. Четвертый. Четвертый. Дом 2 лишний. Чего? Какая картинка? Левая, нижняя картинка. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, верно. Собственно... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Слева вверху это здание НБ, справа вверху это здание Центр правительственной связи Великобритании, ну а дальше восьмерка, соответственно, три структуры, которые занимаются именно вопросами криптографии. А КГБ, ну здесь выбивается из этой общей картины. Так, следующее. Картинка вторая снизу, но которая с уважаемый клиент текстом. Так, почему, если я... Ну потому что все предыдущие моменты это аутентификация в том или ином виде, ключи. Прекрасно. Да. Это аутентификация и последняя авторизация в данном случае отклонена. Следующий слайд. Ответ неправильный. Вторая команда. Рашл Гофф. А? Рашл Гофф. Слежмо. Не слышал такого, Бизон, Финсерф, Финсерф. Слушайте, Рашл Гофф, Финсерф. Сейчас, Лев, а у вас какая версия? Сейчас побоюсь, конечно, сказать, но это Финсерф. Неправильно. Так, давайте третью услышим, да. Бизон, пожалуйста, берите. Бизон. Тоже неверная. На самом деле, правильный ответ был у второй команды. Единственное, что они не объяснили логику, но он был правильный. Логика здесь простая. Все три, кроме Гофф Церфа, зарегистрированы в рамках ФЕСТа, объединения Церфов. А Гофф Церф, соответственно, там нет. То есть Гофф СОПК не числит. Следующий вопрос. Пирамиды. Ответ неверный. Биткоин. Ответ биткоин? Да. Ответ неверный. Водопад уберите, пожалуйста, потому что в других есть слово блок. Да, верно. Слайд. Последний в этом втором раунде. Ну, лишний, наверное, трамп, потому что все остальное средство атакификации. Неверно. Губы лишние. Да, верно, потому что все остальное это биометрический признак. Диометрия лица, глаза и ладонь. Итак, у нас закончился второй раунд. Так, ведет у нас пока четвертая команда. Итак, следующий раунд. Начнем с простого. Не ладир Михайлович, а простой загадок. Финсер. Да. Финсер, все правильно. Ну, я думаю, да, не надо объяснять. Первая команда. Фит-антифрод. Почему? Ну, еда и антифрод. Еда и... Да, на самом деле. Фит, потому что вот это слева, это фит, это корм. Где мелкие порции корма, это фит как раз по-английски. Фит-антифрод, да. Так и есть. Следующий слайд. Квантовая криптография. Да, верно. Квантовая криптография. Следующий. Третий. Сейчас я попробую сформулировать ответ. Это парольная политика. Неверно. Вторая команда. Вторая команда. Говорит. Цифровой профиль. Цифровой профиль, все верно. Следующий слайд. Так, фрод. Фрод, да. Все просто было. Ну и последний будет, на мой взгляд, непростой. Логика очень непростая. Но в 5 утра, к сожалению, я ничего придумать не смог другого. Печаток. Ну, фингерпринк можно. Фингерпринк. Таки да. Таки можно логику, цепочку. Шузы. Там тоже шузы. И там они следы оставляют. Интересно, но нет. Так, вторая команда. Может быть, man in the middle? А можно тоже попросить, вот, логику. Посередине, вроде, в туфлях, с первой. Почему нет? Логично, да? Но нет. Так, уральский форум. Можно пояснить, да. Ну, слева в туфле деловая часть, а справа взаимовыручка, дружба, там и так далее. Браво. Нет, хороший ответ. Участники форума. Участники форума, да, хороший ответ. Участники, у него не спас. Но нет. Не знаю, еще спроси, кто лапать, да? Это я. Давайте я дам подсказку. У нас была секция, посвященная вот этому слову, которая здесь... Первая команда. А, была уже, да. Нельзя подсказывать. Ну, как бы... Если вы догадаетесь, спец с этим... А? Вы знаете. Импортозамещение? Да, это импортозамещение. Такая странная, у меня была логика ночью, придуманная. Правильно? Лапать, пузырь, пилить. И... Хорошая иностранная обувь. Вот. А она трассируется на мое отношение к этой теме, поэтому... Это сугубо моя личная логика. Хорошая позиция по вопросу. Все равно пока регидирует четвертая команда. Так. И у нас последний раунд. Четвертая. Пароль рыба-мещ. Да, пароль рыба-мещ. Это было просто. Следующий должен быть посложнее. Приключения итальянцев в России. Логика? Приключения Тиана Джонса. Так. Итальянцев в Италии, а Россия не мудозорчива. Логика интересная, но к безопасности, к финансам отношений нет. И ответ неправильный. Латус Калли. Латус Калли. Финансы. Нет, ну, надо быть ближе к финансовой системе, к финансовой организации, так или иначе. Нет, не итальянцев. Так, у кого еще версия есть? Давайте я подсказку дам. На первой картинке Харрисон Форд. Нет, это не Индиана Джонс, это Харрисон Форд. Особо опасен. Нет. А логика какая была? Там снимался Хабенский. А Харрисон Форд при чем? Он там не снимался. А он опасный, там игры у него были, приключения и все такое. Понял. Но нет, опять же, про кибербезопасность и финансовую сферу. Я далеко от этой темы не уходил вообще. Второй? Ну, пусть будут игры разума. Логика? Криптография. Криптография, да, разум. А, нет, я понял, где здесь криптография и разум? Вокруг. Понял, нет, ответ неверный. Давайте я еще одну подсказку дам по третьей картинке. Неважно, кто там нарисован, Хабенский, либо кто-либо другой. Хабенский там вообще не влезет. Ну, давайте попробуйте. Как бы, я так понимаю, что нет, поэтому называйте еще раз версию. Она засчитана не будет уже, в любом случае. Фильм так называется? Я могу даже вам сказать, что скрывается за каждой из картинок, какие слова. Давайте попробуем. Если я три слова назову, попробуйте ли вы фильм угадать. Слева Харрисон Форд, в середине слово Брандмауэр, и справа слово Брандмауэр. Потому что вот то, что здание это Брандмауэр, это стена, которая защищает от огня. Вот этот плакат, рекламная конструкция, которая висит, она называется Брандмауэр. Попробуйте с тремя словами угадать фильм. Про кибербезопасность. Про финансовую сферу. Нет, ну я понял, нет. Фильм называется «Огненная стена» или «Файрмолл» в английском источнике. Вот Харрисон Форд играет руководителя службы безопасности банка, ну и там борется с хакерами и так далее. Вот редкий фильм его в России показывают, по-моему, очень редко. То есть он, наверное, его никто не смотрит. Вот и так никто балл не хочет. Хороший фактор. Следующая загадка будет попроще, как мне кажется. Но тоже, опять же, кино про кибербезопасность и про все вот это вот. Крепкий речь. Полное название можно? Полное название фильма. Я специально, как бы, вначале говорил. Там же по частям. Нет. Леша. Да. Ну, последняя часть. Мир в опасности. Хороший день, чтобы умереть. Нет. Категорически нет. Но тоже «Крепкий орешек», только «Возмездие». Третья часть, кажется, так называемая. Нет. Ну, видимо, нет. На самом деле, ответ очень простой. «Крепкий орешек» 4-0. Фильм так и назывался. «Крепкий орешек». Отделка. 4-0. Я просил точное название фильма. Как бы, четвертая команда «Лев» правильно сказала «Крепкий орешек». И, видимо, они имели в виду как раз ту версию, где взламывали платежные системы и так далее. Но мне надо было точное название. А там 4-0 играло ключевую привязку к компьютерам и так далее. А можно полбалла? Это как же, Виль, вы так ведете, наверное, а? Леша, Леша, объясни свою логику. 4-0 здесь нет. Где именно 4-0 нет. Логика была про лысый актер. Ну, понятно, что это Виль в данном случае. Про орех, соответственно, да, «Крепкий орешек». Поскольку речь идет о платежной системе, то это только 4-0. Потому что во всех остальных частях с компьютерами вообще ничего связанного не было. То есть взлом платежной системы, национальной, это был только в четвертой части. Итак, еще одна загадка, «Киноребус». А мы рискнем социальная сеть. Нет. И мы рискнем «Игры разума». А что навело на мысль? Игра посередине, а какой-то бред разума справа. Но нет. В середине картинка, ее надо рассматривать не что там нарисовано, а когда произошло событие, отрисованное на этой картине. Она отчасти вводит в тупик, а отчасти дает подсказку определенную. Может, хакер или какие-то? Нет, по-назвому. Хорошая попытка, но нет. Перезагрузка? А это про что? Про безопасность? Про правую? Ну, миллениум когда был, да? Нет. Ну, может быть, одно, конечно, и похоже, но я не смотрел просто. Точно другое. На самом деле, это фильм «Лимита», российский фильм, где, собственно, два главных героя – это Машков и Миронов. Один хакер, другой, в общем, тоже хакер. 1994 год, собственно, когда вышла первая версия игры «Варкрафт». Ну, а справа – это как бы визуальная иллюстрация системы защиты, которая стояла в банке, которую ломали хакеры. Следующая загадка. Здесь такая очень непростая ассоциативная цепочка. Здесь, на самом деле, все дано от и до, и про что, и так далее, но название очень непростое, особенно на русском языке. На английском было бы гораздо проще. Первая команда. Upgrade? Нет. То, что слово «Skyfall» у нас крутится в голове. А как по-русски, не помню. Ну, это серия, фильм про Джеймса Бонда, и «Skyfall» по-английски назывался. А вторая, третья картинка как тут относится? Нет, сладненький. Ответ неверный. Джеймс Бонда вообще никакого отношения не имеет. Первая часть названия этого фильма совпадает с названием одной из секций, которая у нас была. Точнее, с названием там нескольких докладов, которые были в рамках форума. Четвертое. Искусственный интеллект. Это все название. 1.0, что ли? Ну, а сможет пояснить всю започку из трех картин? Там «Умный дом» снимался парень в этом фильме, и первый... Первое что? Там как раз тема была на тему искусственного интеллекта, это Джеймс Бонда. А вторая, это как раз чувак, который там видел Бритвиков. Это по-другому. И в «Умный дом» как раз снимался тоже, да, в искусственном интеллекте. Как раз он там играл мальчик-роботом. Хорошая попытка, но нет. Вы как с «Крепким орешком» первую часть угадали, но дальше нет. Мы знаем фильм, а не помним название. Сюжет могу более рассказать. Так. Ну да, уже никто не угадал, давайте, расскажите хотя бы. Ну, собственно, артист, это Бирт Борсон там играл в этом фильме одну глазную роль. Он играл там, ну, какого-то такого богатого хозяина, у него был дом. У него там с домом была какая-то неполадка с его «Умным домом». Он подгласил молодого парня, и парень у него там фактически получил удаленное управление, его там всячески терроризировали. Вот, ну кончилось там таким... Название не помню фильм. Да, вот сюжет правильный, фильм называется «Искусственный интеллект, доступ не ограничен». На английском он назывался просто «Айти». Вот, а на русский его перевели, как обычно, очень витиевато, поэтому, к сожалению, никто не угадал. Последний вопрос. Он, наверное, один из самых сложных. Третья? Бегущий по лезвию, если только. Хорошая версия, но нет. Первая. Назад в будущее? Тоже хорошая версия, но нет. А средний как раз даст ответ на вопрос. Кто нас еще не отвечал? У второй команды есть версия? Нет. Ну, а сантимии... У четвертой команды есть версия? Сейчас, секундочку. Так, хорошо. Нет, нет, там все говорить. Там нет вот этой 1-0-4-0. Нет, мы еще думаем, дайте нам время подумать. Ну, хорошо. Мы же не торопимся. А подсказка будет, кстати? Подсказка. Второе – это криптовалюта? Вот, понятно. Третье – это про прошлое? Первое – это мультфильм. Понятно. Версии нет. Нет. Раскрывай. Кто бы дал ответ, что это симпсоны, угадал бы сразу. Потому что это симпсоны. Это серия, которая называлась «My sister, my sitter». «Моя сестра, моя сиделка». 2 марта 1997 года ее показывали. Там показывается криптобар, где принимают криптовалюты еще до появления биткоинов и так далее. За 10 лет симпсонов уже предсказали появление криптовалют. Ну и, собственно, вот здесь показана криптовалюта, прошлое, ну и симпсоны, собственно. Итак, у нас подведение итогов. У нас третье место разделили первая и вторая команда с тремя очками. Второе место – команда «Три» с пятью очками. Мой победитель сегодняшней игры – четвертая команда с восьмя очками. На сцену, четвертая команда на сцену. До новых встреч! КОНЕЮЩЕЙ not辛 muscle. Субтитры создавал DimaTorzok point. Продолжение следует... Субтитры создал DimaTorzok high есть слово муриные и крупские суреном. КОНЕЮЩЕЙ so longue. По hunterам челедга с восьмя очках на северный КОНЕЮЩЕЙ SOFT. КОНЕЮЩЕЙ ЖЕНЛЕЙ